Кольца и поля остатков. Вот. Ну давайте еще нарисуем парочку. По модулю 6 и по модулю 7 нарисуем. По модулю 6 у меня будет 5 отсеков. Ну я напоминаю, что 0 за неинтересностью мы убираем. Умножение. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. А по модулю 7 у меня получается уже 6 отсеков. В этой таблице 4, 5, 6. Ага. Так. Давайте, значит, заполнять. Ну да. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А 7 это уже 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. Ну что? Давайте эту заполним, например, красным. По модулю 6. 1, 2, 3, 4, 5. Заодно будем замечать общие свойства этих таблиц, которые верны независимо от того, какие числа здесь стоят. Ясно, что столбец и строка такие. Ну давайте посмотрим, что получается дальше. Здесь 2, 4. То есть каждый раз прибавляется двойка. Ну, двойка на 1, ну, нужно ли на 2, на 3. Понятно. Каждый раз прибавляется двойка. Можно так и считать. 2, 4, 6. А что такое 6? 6 это 0. Здесь есть уже 0. Потом снова 2, снова 4. 2, 4, 0, 2, 4. Так. 3 еще интереснее. 3, 0, 3, 0, 3. Вот. Ну, вспоминая про то, что еще тут 0 есть. Тут 0, 3, 0, 3, 0, 3. Вот. Четверка. 4. 8 это 2. Значит, 12 это 0. Значит, если посмотреть, 4, 2, 0, 4, 2. Ну и 5, 4, 3, 2, 1. Значит, что я могу сразу отметить, и это будет верно всегда, но это совсем уж тривиальное упражнение. Центральная симметричность. Таблиц. Вот. То есть, она относится... Эти таблицы, если я взял клетки, находящиеся... Вот центр таблицы, да? Центр при четных находится в каком-то числе конкретном, ну, в M пополам. При нечетных центр в точечке. Вот 7, да? Пополам, 3,5. Это между 3 и 4. Ну, вот так и проводите. Линию между 3 и 4. Центр будет здесь. Значит, относительно соответствующего центра будет всегда центральная асимметричность. То есть, вот здесь четверка, здесь четверка, здесь двойка, здесь двойка. Ну, и это как бы совершенно очевидно, потому что что имеется в виду? Что если я вместо остатка A рассмотрел минус A, а вместо B минус B, то тогда, конечно, при умножении этот минус сгорел себе прекрасно и получилось равенство. Это и означает центральную асимметричность. Кроме того, здесь можно заметить еще другие особенности, что вот эта строка и эта перевертыши друг друга. Опять же, это из-за того, что один и тот же остаток умножается на какие-то числа, а здесь минус этот остаток умножается. И понятно, что получается минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5, то есть 5, 4, 3, 2, 1. Ну, и так же здесь и здесь. То есть каждая строка, если мы через центр перешагнем, будет получаться вот эта строка с помощью переворачивания на оборот этой строки. Ну, и со столбцами ровно то же самое. Поэтому мы можем, так сказать, здесь очень много сил экономить. Но вот если мы это знаем уже, давайте здесь поэкономим наши силы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Здесь напоминается, центр будет симметрии, а не крек-симметрии. Так, 2, 4, 6, 6, просто прибавляем, да? 8, но 8 это единица по модулю 7, поэтому 1, 3, 5. Прекрасно, значит, дальше запускаем, соответственно, 4, 6, 1, 3, 1, 6, 4, 6, 1, 3. Так, 4, 6, 1, 3, значит, ну, да, 1, 6. Вот, то есть 2, 4, 6, 1, 3. Вот, она, значит, такая. Теперь тройка, 3, 6, 9, 9 это 2 по модулю 7, и следующее будет 5. Соответственно, здесь 2 и здесь 5. Вот, ну, вот, соответственно, видим, что вот эта строчка и эта перевертыши друг друга, здесь и здесь тоже перевертыши друг друга. Ну, вот мы заполнили всю таблицу умножения. Вот, и обнаружили, здесь целых 4 нуля, а здесь 0 и 5 нет. То есть это как m равно 5, это как m равно 4. Итак, собираем некоторые наблюдения. Наблюдение номер 1. Иногда строки содержат 0, иногда не содержат, да? Иногда нет. Далее, наблюдение номер 2. Иногда в строке есть единичка, иногда нет. Сразу хочу сказать, что все это и про столбцы тоже верно. То есть строки и столбцы, ну, понятно, из-за этой центральной симметрии, никакой разницы нет, в чем наблюдение формулировать в терминах строк или столбцов. Третье, иногда в строке все остатки, все остатки. Но я хочу напомнить, что у нас здесь не нулевые, но в нулевом номере всегда стоит 0. То есть вот там, где есть все ненулевые, вот тут, будут все вообще, если я прибавлю еще 0. Иногда в строке все остатки, иногда нет. Вот, и общее наблюдение, что Иногда все строки, вот, как бы, иногда все строки однотипные, да? Однотипные. Иногда нет. Значит, что я имею в виду под однотипностью? То, что вот тут вот в первой строке, в любой таблице, в первой строке будут всегда, не будет нуля вот здесь, да, в этой части, всегда будет единица именно на первом месте, всегда будут все разные остатки. То есть если брать первые строки любых m, при любых m, то будет всегда вот это вот, как бы, эти вопросы все в одну сторону решаться. А вот для некоторых m все строки будут такие же, как первая, а для некоторых будут некоторые строки такие же, как первая, а некоторые другие, а именно в них, соответственно, содержится 0 и так далее. Но еще есть такое вот замечательное дополнительное утверждение, что вот эти три пункта можно расширить в виде следующего утверждения. для любого m и любого k из ненулевых остатков. Нулевой мы не берем, но он как бы, он совершенно неинтересный, там стоят одни нули. Следующие три утверждения равносильны. Нет нуля в строке, ну кроме вот этой нулевой, которую мы выпустили. Есть единица, есть все. Вот все остатки. И все это верно про... Так, все это в строке номер k таблицы умножения. Вот, то есть в строке под номером k вот эти три утверждения всегда будут выполняться либо все одновременно, значит, выполнены, либо все одновременно не выполнены. Так, ну и сейчас мы, конечно же, мы поймем, от чего это зависит. Ну, смотрите, как доказать эквивалентность этих всех трех утверждений. Ну, давайте посмотрим, что нам уже заведомо известно. Если есть все остатки, то есть и единица, правда? Я, конечно, пятачок, я и сам так думал. Вот, значит, теперь дальше. Теперь смотрите. Если нет нуля, то тогда уже неверно, что... Значит, да, если... Не так. Если есть все остатки, то есть единица, так? Теперь я должен доказать, что, да, если есть ноль, если есть ноль, то, очевидно, не все остатки есть, да? Вот. Каких-то остатков не будет, потому что ноль уже занят в нулевом столбце, который мы не указывали. Если ноль есть где-то еще, то понятно, что уже какому-то остатку места не хватило. Поэтому если есть все остатки, то нуля нет. Значит, итак, мы видим, на самом деле, что из того, что есть все остатки, уже следует, что есть единица и нет нуля. То есть у нас вот эти вот... Значит, из этого утверждения оставшиеся следуют. Ну, давайте посмотрим, значит, что у нас происходит, если у нас есть не все остатки. Значит, если есть не все остатки, тогда есть какой-то повтор, правильно? Если есть не все остатки, то есть, то имеется повтор. Ну, потому что, значит, m-1 остаток, да? Не заполнил m-1 место. Тут лучше написать ненулевые, да? Вот. Но либо есть все ненулевые остатки в строке, в которой ноль не рассматривается, либо есть все остатки во всей строке. Это то же самое. Можно вот так в скобку поставить. Итак, если в этой оставшейся части есть не все ненулевые остатки, ну, у нас тогда получается, что какой-то остаток встречается два раза, потому что иначе просто по принципу Дерихле, да? Принцип Дерихле, что нельзя... Вот у меня вот эти вот места, их m-1, да? m-1 место. И мне нужно в каждое вписать какой-то остаток. И если есть не все остатки, то остатков остается m-2. Ну и, соответственно, у нас получается, что не помещается, что в каких-то будут равные остатки. Вот. То есть равные. Вот. Ну, то есть k умножить на a равно k умножить на b. По модулю m, естественно. Но если, например, b правее a, ну, из этих двух столбцов, a-то и b-то, какой-то правее другого. Ну, вот, например, b правее a, тогда мы видим, что из этого сразу следует, что k умножить на b-a равно 0. Просто вычитаю. То есть в столбце с номером b-a, очевидно, тогда стоит 0. То есть если есть повтор. А повтор всегда есть, если есть не все остатки, потому что кому-то не хватает места. И тогда в разнице номеров столбцов, соответствующем столбце, у которого номер равен разнице номеров двух повторяющихся столбцов, стоит обязательно 0. Вот. Ну, соответственно, если 0 не стоит, то есть все остатки. Вот. То есть мы доказали, что если есть не все остатки, то есть 0. А если, значит, если есть не все остатки, то есть 0. А если, соответственно, нет нуля, то, значит, есть все остатки. Вот мы доказали. Вот это вот как бы получилось у нас по кругу, да. Эти два утверждения друг другу равносильно, и из них следует центральное. Теперь надо из центрального вывести одно из них. Если есть единица, то нет нуля. Значит, прекрасно. Теперь докажем, для того, чтобы полностью все доказать, докажем, что если существует единица, то нет нуля. И все, этим мы завершим полное описание, что отсюда следует это, из этого следует это, а из этого уже доказали, что следует это. То есть они все три будут друг другу равносильны. А вот, значит, ну как это доказать? Давайте это докажем так. Что значит, что есть единица? Значит, что k умножить на какое-то x равно 1. Значит, существует x такой. Если при этом есть 0, мы сейчас придем к противоречию. Если есть 0, то существует также y такой, что ky равно 0. но тогда, что у нас происходит тогда? Тогда xk y равно x на 0. Ну, x на 0, понятно, 0. А xk это единица. То есть это 1 на y, он же y. Чисто математическое рассуждение. Кстати, лейтмотив очень многих доказательств. Видите, как мы поступили? Противоречию пришли, естественно, да? Что это только нулевой столбец. Оказалось, что y равно 0. Это нулевой столбец был. То есть мы предположили, что у нас есть единица. Пусть есть единица. Отлично. Тогда, если бы был 0 где-то кроме нулевого столбца, то существовал бы какой-то y, да? Вот, ну, предположительно, не равно 0. Такое, что ky равно 0. Но мы тогда, смотрите, пишем y равно 1 на y. Это очевидно. 1 это k умножить на x. Теперь меняем их местами. Получаем x на ky. А ky это 0. Значит, x на 0. То есть 0. Все, y равно 0. Противоречия. Все. Все доказано. Значит, не может такого быть. Если есть единица, то 0 и нет. Все. Вот у нас три утверждения про строки, которые друг другу эквивалентны. Осталось понять, чему они все три эквивалентны. Какому-то общему, ну, как бы суммирующему поведение этих строк свойству, касающемуся k и m. То есть m это модуль, по которому мы берем остатки а, k это конкретная строка. Ну, вот это мы в следующем установим в сюжете.